Летай на ватшоп и прихвати друзей. Выигрывай тут танки хоть целый день. Несмотря на возражения, выполняй достижения. Невзирая на нормы, обтанкуйся по полной. Бесплатный розыгрыш. Ссылка в описании. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Маракаси. Вы смотрите рубрику Приколы и баги. Часто говорят, что Шкода Т-50 это совершенно не имбаки, типа средненький танк. По всем показателям. Но есть такие люди, которые так утверждают. И еще приводят в общем-то такой аргумент, что это абсолютный картон. И все пробивают Шкоду куда попало. Но вот в этом бою игрок почему-то вытанковал больше 2000 урона. И я спрашиваю, где тут картон? Да, конечно, Шкода Т-50 довольно слабо бронированный танк. Но в некоторые моменты эта машина может вполне неплохо вытанковать. За счет чего выживет. Тот же Лорейн 40 тонн пробивается куда угодно. И 2000 урона, по-моему, на нем нереально вытанковать. А вот Шкода делает это в принципе без проблем. По крайней мере в топе. Так что я не могу назвать этот танк абсолютным картоном. Идем дальше. МТ-25 заехал тут на вражескую территорию. Через некоторое время приезжает противник на ТП-64, который как-то нелепо умудряется сигануть в воду. Пролетел мимо нашего героя. Хотел, видимо, на него упасть. Через некоторое время приезжает Т-34, которая уже действует более-менее адекватно. Но тут еще один перец, который меня рассмешил. Это Т-10, который убил свертуха на МТ-25, а потом просто упал в воду. Ну и, конечно, утонул. Вот такие противники встречаются. Танк 9 уровня. А также ЛТ-шка слились на МТ-25. Чудесно. Т-49 в начале боя решает подпрыгнуть на кучу обломков. В итоге наш герой переворачивается тут в воздухе. Но потом снова возвращается на две гуслы. В следующем моменте какие-то просто нереальные алиханы играют. Посмотрите, что происходит в начале боя. Т-10 переворачивается. СТ-1 пытается вместе с Т-110 и Т-5 его перевернуть обратно. Но у них в итоге ничего не выходит. И СТ-1 уезжает дальше и при этом смеется над Т-10. Но это еще не все моменты в этом бою. Посмотрите на этого СТ-1. Ну тут придется немного перемотать этот игрок на СТ-1. Катается и дальше падает просто в воду как-то нелепо и сливается тем самым. Я просто в шоке как он так играет. Чем он играет? У него что, вместо рук клешни какие-то? Но, друзья, на этом все не закончилось. Приезжает еще артиллерия, которая решает, видимо, от безвыходности утопиться. И в итоге происходит самый настоящий слив. Вот с такими игроками приходится сражаться в бою. А потом еще вы удивляетесь. А почему такой низкий процент побед? Ну, потому что такие вот алиханы не могут даже просто ехать нормально. Или перевернуться, или упадут куда-то. Некоторые вообще топятся, как только видят, что все плохо. В следующем моменте ООХО совершает отличную вертуху и уничтожает АМХ Си-Ди-Си в движении. Ответьте на простой вопрос. Может ли маленькая елка уничтожить тараном гигантского ОИ? Наверное, почти все люди, которые соображают нормально в танках, скажут, что нет, нельзя. Потому что это нереально такой громадина убить тараном. Но в этом моменте это и произошло. Елка каким-то образом уничтожила ОИ. Хотя она, не знаю, в сто раз даже больше, меньше, чем ОИ. Честно, я не понимаю, что вообще произошло после ввода новой физики. Легкие танки совершают вот такие вот кульбиты. Всякие сальтухи переворачиваются там по-всякому в воздухе, подпрыгивают как резиновая игрушка. Что это такое, я не понимаю. ОИ совершает великолепную вертуху по чашику с такого расстояния без сведения на ходу. Далее у нас Т49, который тоже любит стрелять с вертухана. У него фугас не стоит, а это значит, что вертухан всегда эффективен. Вы только посмотрите, даже не сводился ни секунды, просто пульнул примерно во врага и убил его. КВ-2 опять же еще одна хорошая вертуха на этом легендарном танке. Вы посмотрите, как игрок попал по 20. Очень красиво получилось. Еще один шикарный вертухан на КВ-2. Стреляет игрок по лучу, который в секунду высунулся и сразу же отправился в ангар. А это выстрел со сведением, но он тоже весьма эпичный, потому что по такому танку, как ВК-3601, Хеншель вылетает полный урон. Ну, снаряд попал в башню, в борт башни, вернее, и удалось сваншотить противника очень удачно. Лёва пытается сбить захват, стреляет по захватчику АМХ, уничтожает его, ну и сам сливается. В итоге, смотрите, какая эпичная ничья. Оба выстрелили, убили друг друга очень красиво. А Т49, ещё одна хорошая вертуха, ещё и со взрывом БК, тоже по-вражескому Т49. Просто замечательно вышло. КВ-2 получает затылок от Шкоды Т25 и решает от обида выстрелить по Т34-ке и попадает как-то по ней в окно, хотя разброс был на весь экран. ФЦМ 50 тонн встречает вражескую 54-ку. Казалось бы, шансов немного у нашего французского друга, но через некоторое время ФЦМ просто всей своей массой наваливается на 54-ку и начинает снимать ей ХП и в итоге таким образом её убивает и выживает, хотя ненадолго. Далее у нас Е25 попадает на рельеф местности, после чего переворачивается, Т43 пытается его спасти и ничего не выходит. Друзья, будьте осторожны, смотрите, куда вы едете, а то с новой физикой вы можете также перевернуться и сольётесь. Далее у нас будет просто эпичнейший момент на ёлке, где игрок смог выжить и втащить в нереальных условиях. И давайте посмотрим, как же это было. Вот ёлка встречает ОИ, даёт ему плюху, после чего прячется за камушек. Но противник начинает нашу ёлочку преследовать. И он не один, сразу два врага тут появляются. Выезжает Т-58, игрок его уничтожает, подъезжает ещё КВ-85, слева заходит ОИ, наш герой конечно не выезжает, но потом всё-таки совершает вот такой вот манёвр, убивает ОИ-экспериментал, осталось как-то расправиться с КВ-85. Рядом стреляет Артан, но не попадает. Наш герой пробивает в борт КВ-85, уворачивается от его выстрела, КВ-шка подъезжает ближе к камню, игрок просто неожиданно выезжает на неё и забирает неприятеля, в итоге втаскивает в таком моменте. Далее у нас эпичный момент на Чаффике. Наш герой встречает Шкоду Т-24, чудом выживает, забирает её тараном и выстрелом и после чего ретируется, стреляет по врагам издалека, как может помогать союзникам, но в общем-то союзники тут все послевались и наш герой понимает, что сейчас ему придётся встретиться сразу с несколькими врагами. Момент весьма эпичный, давайте же его посмотрим. Итак, первый, кто выезжает на Чаффика это Шерман и игрок конечно же старается его контролить, но тут внезапно сзади подъезжает немецкая ПТ-шка, приходится на неё в общем-то отвлекаться, игрок её дамажит, пока она подъезжает, ПТ-шка стреляет, но каким-то чудом не пробивает нашего героя, помогает арта, Бишоп добирает ПТ-шку, выкатился Шерман и игрок его чудом забирает. Тут сзади Т-150, наш герой уворачивается от его тарана, в итоге помогает с устой, и забирает своего же. И ещё один враг, но он не особо опасный, игрок спокойно его убил. И так, на этом всё, друзья, спасибо огромное за просмотр, не забывайте ставить лайк под видео, это очень важно, ну и также, конечно, присылайте свои реплеи по ссылочке в описании в мою группу ВКонтакте в специальную тему, ну вернее обсуждение с отбором реплеи. До скорых встреч, пока! Хочешь заработать голды? Тогда мобильное приложение тебе в этом поможет. Ссылка в описании.